Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тегеретки! Сегодня с вами снова я, Тегер Надя. И сегодня я буду показывать вам свои покупки из Лабиринта. Это были, в принципе, внеплановые покупки, но давно планировала сделать одну покупочку, там всё никак не решалось. И вот ради неё набрала корзинку на 1000 рублей, кажется, всё вот это вышло. Там 900 с чем-то, со скидкой. Вот, и начну я показывать с упаковочной бумаги. Вела себе вот такую вот. Здесь у нас... Я не помню её размер, кажется, 100 на 70. Сейчас попытаюсь найти. Да, 100 на 70. Так, мне пришлось её распаковать. Ради вас вообще не планировала это делать. Давайте посмотрим её дизайн. Она помятая. Просто посмотрите, вот она с этого конца пришла. Такая вот, кривенькая. Да. Дизайн у неё, конечно, потрясающий. Сейчас не хочу порвать её. Но она очень крутая, посмотрите. Видите, это старые машины. Здесь у нас корабли. Воздушные шары. Потом, что у нас тут ещё? Самолёты. Очень классная. Она по всей, по всей своей длине. Вот с таким дизайном. Не буду до конца её, конечно, размазывать. Думаю, вам и так понятно, что она из себя представляет. Такая вот классненькая. Я буду использовать для бумажных писем её, конечно же. Упаковывать что-нибудь в неё, чтобы было приятно собеседникам. И второй рулон. Это такой вот с пионами. Не буду его распаковывать, наверное, потому что... Итак, виден его дизайн. Он повторяется по всей своей длине. Вот, видите, по всей своей длине повторяется дизайн. Абсолютно одинаковый. И тоже здесь она помялась так знатно. Вот. Очень давно хотела такую. Я вообще хотела её чисто такого цвета, да? Крафтового. Потому что это нестандартный крафт, как продаётся в художественных отделах. Это такой более светлый, гладкий крафт, мягкий. И очень классно было бы письма писать на такой бумаге. Но пока я не могу найти ничего подобного. Поэтому взяла пока упаковочную, чтобы делать красивые конверты. И просто запаковывать всякие приятности своим самоседникам. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, по 61 рублю вставил один рулон. Я считаю, что это недорого для такой красивой бумаги. А также за такой размер. Я не думаю, что я быстро использую. Поэтому у меня будет достаточно. Следующее, что я хочу показать, это вот такая вот коробочка. Здесь по 4 штучки вот таких вот деревянных спилов красивых на зиму природы. Я взяла, конечно же, именно из-за бабочки, грибочка и вот этих вот трёх дизайнов. Такие вот веточки листиков и деревья. Ну, птички тоже ещё ничего. Вот, по-моему, 193 рубля, что ли, стоило. Я, честно, не помню. Ну, я все цены обязательно напишу здесь где-нибудь на экране. Вот, можете посмотреть. Такая вот коробочка. Это у нас называется набор украшений в коробке для скребукинга. Размер 10,5 на 10,5 сантиметров. Фанера от 3 миллиметра толщиной. Это вот такие вот штучки. Планирую как раз-таки использовать в отрезочках, в фолдерах, в письмах и где-нибудь ещё. Буду, может быть, тоже просто раскрашивать и дарить своим друзьям. Следующий у нас идёт такой набор открыток. Это у нас из-за дистриста речь. Долго я вокруг них ходила, я всё думала, нужны они мне, не нужны. Но поняла, что нужны, потому что они довольно-таки интересные. Немножечко к информации. Удивительные и трогательные открытки талантливых художницей рубежа 19-20 веков Елизаветы Бём помогут вам подарить радость любимым и близким людям. Душевные детские сюжеты, меткие поговорки и тёплые, немножко наивные манеры рисунка создают уютную атмосферу чудесного светлого праздника и помогают скрасить даже самые обычные дни. Здесь это открыток не указано, поэтому давайте просто быстренько посмотрим. Такие вот очень красивые. Я взяла именно для того, чтобы использовать их в фолдерах, потому что они очень такие атмосферные. Станем гадать, как девушку замуж отдать. Своя ноша не тяжела. Это кума своему куму мила. Сердце на месте, когда вся семья вместе. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Так что вот такие вот открыточки. Очень-очень классные. Очень. Они так приятно еще пахнут. Такой печатью. И у них вот такой вот оборот. Здесь место для марочки. Они, кстати, очень плотные. Место для письма и место для адреса. И также здесь везде информация об авторе. Кто автор и как называется комплект открыток. Итак, у нас здесь есть еще вот такая бумага, которую я заказала. Просто очень-очень-очень она мне понравилась. Я не смогла пройти мимо. Посмотрите, какой здесь дизайн. Сейчас мы ее раскроем и посмотрим. Так, вся бумага стандартным размером. 3,5 на 3,5 сантиметров. Плотность у нее тоже стандартная. Сейчас не скажу, какая она. Ну, в общем, все стандартные у нее характеристики. Запах, конечно, на убой. Пахнет старыми орешками. Но дизайн очень красивый. Посмотрите, какой велосипед. Просто потрясающий. Я даже не знаю. Жалко очень для фолдера использовать. Но я что-нибудь придумаю с этим. Смотрите, какая красивая она с этой стороны. Скорее всего, вот так вот. Здесь по два вида каждого листа. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Отличная бумага. Вообще не жалею, что я её купила. Классно, что у каждой бумаги два вида здесь. Точнее, не бумаги, а у каждого дизайна по два вида. То есть, не будешь жалеть использовать её, на всё хватит. И можно двум людям одинаковое будет сделать, если захочется так. Очень классно. Советую обязательно купить её. Ну и последнее, собственно, раньше делался заказ. Это не книга, это «Мой новый друг». Я не знаю, как комментировать и что мне сказать. Возможно, стоит сделать отдельное видео, но просто... Сейчас я хочу сказать, что эту книжку я ждала где-то больше года. О её создании я узнала в конце 15-го года, когда Адам начал выкладывать в своём инстаграм маленькие спойлеры. И я уже не надеялась, что её начнут издавать в России. Но спасибо любимому мифу, который взялся за её перевод и издал эту потрясающую книгу. Это, можно сказать, что продолжение одной страницы в день моего самого любимого творческого блокнота, как вы знаете. И это даже лучше жёлтой книги в миллионы раз. Книжечка называется «Захватит меня». И, как здесь сказано, это идеальный собеседник для творческих людей. Но и не только для творческих. Посмотрите, насколько она пухленькая. Она, по-моему, даже толще, чем жёлтая. Хотя я могу ошибаться, но листы здесь намного плотнее. Обложка выполнена в том же стиле. Формат тот же самый, закругленные углы, проразиненная обложка, очень приятная, будто бы кожа. Адам абсолютно не изменяет своему стилю. И он просто потрясающий психолог. Не только дизайнер и творческий человек. Я обожаю его. И он мне очень-очень близок по духу. И поэтому так эта книга для меня важна. Сейчас я просто зачитаю краткую информацию. Вы сами всё поймёте. Тебе одиноко? Ты взволнован? Тебе грустно? Ты растерян? Испитываешь все эти эмоции разум? Простой только на первый взгляд. Этот блокнот даст тебе вдохновение, надежду и, возможно, лучшие советы всех возможных. Твой собственный. И ещё немного из их социальных шуток, класс и косов. Почему бы и нет? Это не дневник, который надо заполнять по порядку. Открыть случайную страницу и оставь запись. Когда снова попадёшь на эту страницу несколько дней или недель спустя, добавь что-нибудь ещё. Наблюдай за тем, как меняются твои взгляды, записывай свои мысли и размышляй над мимолетными, но удивительными моментами своей посрединенной жизни. Вот здесь есть комментарий от Тави Гевинсон, главного редактора журнала «Руки», который просто вырван из моей головы. «Эта книга помогает мне жить лучше». Адам Курс – мой любимый психотерапевт. И это действительно так. Здесь вот даже с ноской есть не психотерапевт, а просто чуткий человек. И я бы хотела, чтобы на нашей земле было как можно больше таких людей, которые через простого слова могут заглянуть в самую глубину себя и подправить там те маленькие механические поломки в наших сердцах и душах, которые заработают снова и наша жизнь изменится. Просто открыв эту книгу, я считаю, что такая книга, она должна быть не только у меня, но и у каждого человека на планете. У каждого, кто сломлен, кто грустит, кто отчаивается, кто просто потерял надежду, кто боится, кто просто остался один и у которого человека нет друга. Я просто хочу, чтобы эта книга помогала каждому, как помогает мне. Я получила её вчера, но она уже многое сделала с моей душой, хотя я ничего здесь не заполняла. Я просто её полистала и вот так вот открывая страницы, я уже понимаю, что я разговариваю с самым близким человеком. Я не знаю, почему это здесь, но я рад, что оно существует. Между завистью и вдохновением очень тонкая грань. Ты завидуешь, чему можно научиться в этих чувствах. Это действительно те моменты, над которыми стоит задуматься. Это действительно шикарная вещь для того, чтобы работать над собой, чтобы менять себя изнутри, чтобы менять своё сознание, свою жизнь. И заполняя эту книгу, я думаю, что в конце просто вы сами будете в шоке от того, насколько вы изменитесь. И от того, насколько круто поменялось ваше сознание и ваша жизнь. Видите, здесь даже есть такое. Ты дошёл до страницы, которые приносят удачу. Это хороший знак, хорошего дня. Отпускать тяжело. Попробуй откладывать эту книгу на некоторое время и заниматься чем-нибудь другим. Подумай о том, чего тебе действительно хочется. Погрузись в эту мысль. Задержи её, приставь её во всей кресе. А теперь очнись. Вот настоящая жизнь. Наметь действенные шаги на пути к своей цели. А потом, чёрт возьми, сделай что-нибудь. Так что вот такая вот потрясающая книга. Это только маленький, краткий пробег по ней. Я думаю, что в скором времени, возможно, мы начнём её исполнять вместе. Но я бы сказала, что это очень личная книга. Которую не хочется всем светить и показывать. А просто хочется быть с ней наедине, в тишине. И время от времени записывать в неё что-то. И время от времени прибегать к ней за собственным советом, как здесь сказано. А также за поддержкой. Или ободрением. Так что вот такие вот покупки сегодня. И приобретение ещё одного хорошего друга в виде книги. Всех любит сила обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.